В небе радуга выгнется коромыслом, как печальные губы на маске скорби. В женской слабости много глубоких смыслов, потому она выпрямит, а не сгорбит. В бесконечное небо взметнется стая. Кто остался на жердочке, тот не птица. Крылья, если подрезать, не отрастают. Вроде выглядят так же, да не летится. Расцарапала грудь, поломала ноготь, наливала коньяк, уронила блюдце. Очарованных девушек в мире много, доживая до женщин, они сдаются. И армянский коньяк разбавляют чаем. Слабый пол этой гадостью так напичкан, потому что на практике получаем, что теория слабости утопична. А теория глупости многогранна, а теория силы универсальна. Если есть на крылья ножевая рана, может самое время готовить сани. Что поделать? Мужчины хотят крылатых, а в погоне за перьями мы стареем. Ибо глупость и слабость — два сводных брата, два чулка на октябрьской батарее. Первый курс социального универа — научиться красиво носить бикини. А уже на втором пропадает вера в то, что кто-то хороший тебя не кинет. В то, что кто-то хороший с тобой навечно. Они шарят в фейсбуке по выпускницам. Первоклассный коньяк завезли в таверну. Расцарапала грудь. Приходи напиться. Только с болью давно никакого сладу. Ночь кисла, как больничные апельсины. Умной женщине так нелегко быть слабой. Может, даже сложней, чем мужчине сильным. Продолжение следует...